Трагедия произошла в конце июня 21-го года в одном из садовых товариществ Ивановского района. На дачу к 15-летней Насте приехала подружка-ровесница Ксения и двое уже взрослых ребят. Они употребляли наркотики, как потом выяснилось, метадон. Девочки умерли от передозировки. В их гибели обвиняется один из гостей, Борис Беглов, который и принес с собой сверток с наркотиком. Вот выдержка из показаний свидетеля Смирнова, пришедшего вместе с ним. Когда они с Бегловым пришли на дачу к девочкам, он достал из кармана найденный наркотик, бросил его на стол и предложил девочкам его употребить. Обвинение настаивает на умышленном склонении несовершеннолетних к употреблению запрещенных веществ и приводит в качестве доказательств не только показания свидетеля, но и переписку подростков. Однако подсудимый свою вину отрицает, уверяет, что не хотел, чтобы так произошло. Сам наркотики употреблял, но никого к этому не склонял. А сверток нашел в парке имени революции 1905 года и просто взял с собой. Из показаний подсудимого Беглова следует, что он не знал, что за вещество он нашел в лесу и к какому виду наркотического средства оно относится. Он лишь предполагал, что найденный кристалл является наркотическим веществом под названием соль. В ходе следствия выяснилось, что девочки и раньше употребляли наркотики. По версии защиты не было доказано, что Беглов склонял несовершеннолетних к употреблению метадона в тот вечер. Они могли это сделать самостоятельно. Отец одной из погибших, признанный потерпевшим в свою очередь, уверен в виновности подсудимого. После смерти дочери он нашел ее переписки с Бегловым. Говорит, что тот и раньше доставал для Ксении наркотик и предлагал купить. Моей единственной доченьки, Ксюша, теперь навсегда 15. Я не верю до сих пор, что ее нет. Этот человек не в первый раз нарушил закон. Это был не единственный случай. Много материалов было предоставлено государственному обвинению. Я и надеюсь, что суд учтет это при вынесении приговора. Потерпевший попросил суд наказать Беглова максимально строго. За сбыт ему может грозить от 10 до 20 лет. За смерть несовершеннолетних от предложенного им наркотика от 12 до 15. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, обвинение запросило 14 лет колонии строгого режима. Защита говорит об оправдании за отсутствием состава преступления. На следующем заседании суд выслушает Бориса Беглова и только потом будет вынесен приговор. Татьяна Прокопенко, Григорий Мартьянов, телекомпания Барс.